В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Видному 58 лет. Тысячи жителей отметили день рождения любимого города. Поздравляю всех жителей города Видное с праздником! В Подмосковье завершились выборы губернатора. Чтобы потом не задавать себе вопросов, что что-то пошло не так, почему что-то происходит или не происходит, я считаю, что каждый человек должен прийти и сделать выборы. В сквере «Юность» открылась фотовыставка деревни и села Видновского края. Начальная школа была в себе Ермолье как раз при Ермольенском храме. Городу Видное исполнилось 58 лет. По этому случаю в минувшие выходные прошли праздничные мероприятия. О том, как отметили день города, расскажет Дмитрий Книга. Мероприятия, приуроченные к Дню города, начались с самого утра. В парке Опаренке состоялся благотворительный забег, собранные средства от которого пошли в поддержку общества инвалидов. Популяризировать данный вид спорта, бег, который не требует никаких больших вложений, бегом могут заниматься абсолютно все. Так как день города, это очень прекрасный повод провести этот праздник с пользой для здоровья. Бегуны-любители начали праздничное утро с заряда хорошего настроения. Здесь прошли семейные, корпоративные старты и забеги в личном зачете. Победители соревнований получили памятные медали. Для города это очень круто, что собирается столько спортсменов в одном месте. Я бы проводила такие мероприятия почаще. Отметить день города, поддержать это мероприятие, ну и, соответственно, получить заряд бодрости. Хочется пожелать процветания нашему городу и добрых, побольше активных людей, побольше таких праздников, чтобы все были активны, заряжены и все во благо нашего прекрасного города. А на центральной площадке у кинотеатра «Искра» проходила торжественная часть праздника по случаю 58-й годовщины со дня основания города. Сейчас Ленинский округ – это очень динамично развивающаяся территория, на которой каждый день практически происходит что-то позитивное, что-то интересное. И традиционно сегодня мы будем отмечать, честовать тех, кто своим ежедневным трудом вкладывает силы для того, чтобы город свел, расцветал и становился лучше. Я от имени Совета депутатов Ленинского городского округа сегодня хочу пожелать всем нам, конечно, мирного неба над головой, крепкого всем здоровья, добра, благополучия всем вам и вашим семьям. Во время официальной церемонии были награждены лауреаты премии Ленинского городского округа. Также традиционно было названо имя нового почетного жителя муниципалитета. Им стала главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова. В течение 21 года я возглавляю это учреждение, чем горда, горда своим коллективом и тем, что делается в стенах нашего учреждения. После торжественной части на площади у кинотеатра начался концерт с участием творческих коллективов и исполнителей округа. Ты знаешь, я видна, я под Москвой, я ближняя, ты со мной, я с тобой. А рядом со сценой сотрудники библиотеки проводили мастер-классы, в которых могли принять участие все желающие. У нас мастер-класс «Вертушка». Ну, сейчас такая погода, у нас сегодня день города, и немножко ветрено. Как раз «Вертушка», мне кажется, классный подарок ребятам, ну, чтобы позабавиться, чтобы поиграть. Гости праздника остались довольны, поздравляли друг друга и желали любимому городу развития и процветания. Я чувствую праздничное настроение и хороший настрой на этот день. Поздравляю всех жителей города Видное с праздником. Дмитрий, книга Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. А после выпуска новостей смотрите большой репортаж Максима Козлова о праздновании дня города Видное и Ленинского городского округа. В Московской области завершились выборы губернатора. По итогам подсчета голосов на посту остается действующий глава региона Андрей Воробьев. О том, как прошло голосование в Ленинском округе, наш следующий материал. Глава Ленинского округа Алексей Спасский принял участие в выборах губернатора Московской области в единый день голосования. Он отдал свой голос в Видном на избирательном участке номер 3624. Мы выбираем высшее должностное лицо субъекта федерации, губернатора Московской области. Поэтому, чтобы потом не задавать себе вопросов, что что-то пошло не так, почему что-то происходит или не происходит, я считаю, что каждый человек должен прийти и сделать выборы, как и, собственно говоря, на выборах других ветвей власти, в том числе местных, которые нам предстоят через год. Глава муниципалитета также поинтересовался ходом выборов на участке и активностью избирателей. Председатель избиркома Ирина Шершнева рассказала, что процесс голосования в штатном режиме. Люди приходят в хорошем настроении. Люди приходят с радостью, реально с радостью. Они всегда говорят, у вас так позитивно, конкретно я могу сказать про свой участок. То есть позитивно они говорят, вы располагаете, к вам приятно приходить. То есть даже кто был на предыдущих выборах, они с удовольствием приходят повторно. Среди голосующих много семей. Люди средних лет традиционно активны на выборах пенсионеры. Ветеран Великой Отечественной войны Борис Канельский впервые проголосовал еще в 1946 году. И с тех пор ни разу не пропускал выборы. Ну я должен свой долг отдать. Для меня это как праздник. Хотя уже здоровье не то. Посмотрел участок избирателей, членов комиссии. Вот тут больше обычно учителя занимаются этими делами, как и у нас было. Вот. И я призываю вас провести эти выборы на высоком уровне. Приходит проголосовать и с домашними питомцами. Появление на избирательном участке Натальи Козыренковой с любимой собакой стало приятной неожиданностью. Пока все внимание было приковано к маленькому Тиме, его хозяйка успела проголосовать. Нам, во-первых, очень удобно. Здесь рядом с домом располагается избирательная комиссия. Приятно быстро выйти, пройти проголосовать. Голосование всего лишь заняло 7 минут. Тима зашел, его уже в принципе даже узнала и избирательная счетная комиссия. Поэтому, как говорится, я свой долг выполнила. Ну и Тима пытался, конечно, проголосовать. Но так как он собака, он только наблюдал. В числе избирателей немало тех, кто впервые голосует с Софьей Тихоновой. Только недавно исполнилось 18 лет и вопрос, идти ли на выборы, даже не стоял. Потому что от нас зависит, кто будет на местах главных. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В продолжение темы также в выборах в муниципалитете приняли участие почетный житель Ленинского округа Тамара Белоусова и председатель Совета ветеранов Московской области Виктор Пикуль. А депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов проверил работу избирательных участков в Видном. Депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов посетил один из участков в Видном во второй день голосования. Вместе с главой муниципалитета Алексеем Спаским парламентарий проверил ход работы избирательной комиссии и признался, что для него еще с детства выборы ассоциируются с праздником. Надеюсь, все те, кто понимает свою ответственность в плане своей активности по поддержке того или иного кандидата, она с каждым годом набирает силы. Нам очень важно, чтобы люди не оставались в стороне. Председатель Совета ветеранов Московской области Виктор Пикуль пришел на свой избирательный участок, чтобы принять участие в выборах. Он отметил, что для него голосование – это особое событие и посоветовал каждому жителю округа присоединиться. Наша традиция ветеранская и семейная в том числе – стараться быть лидерами, как и наши в Подмосковье. В Подмосковье везде лидер, тоже и в участии в таких очень важных, знаковых, общественно-политических мероприятиях, как сегодняшние выборы. Избирательные участки располагались в школах, различных организациях и в учреждениях здравоохранения. Главный врач Видновского перинатального центра после торжественной церемонии, на которой была удостоена звания почетного гражданина муниципалитета, сразу же приехала на избирательный участок в детскую поликлинику. Руководство, которое двигает вперед Подмосковье, которое позволяет улучшать жизнь, как мне кажется, людей, которые живут в Подмосковье. Поэтому мне важно, чтобы люди поддерживали это руководство. И сегодня мы голосуем за губернатора Московской области. Как отметил председатель участковой избирательной комиссии 1304 Вячеслав Якунин, явка для второго дня голосования достаточно высокая. Люди идут с хорошим настроением. Сегодня также день горда, поэтому у людей настроение в два раза лучше. Приходят, отдают свой, как говорится, гражданский долг. В Ленинском городском округе на трехдневных выборах губернатора Московской области работали 72 участковой избирательной комиссии. Голосование прошло в штатном режиме без нарушений. Наталья Буслаева, Максим Козлов, Дмитрий Книга, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видноэ ТВ. Уникальная возможность посмотреть, каким был Ленинский округ много лет назад. В сквере «Юность» открылась фотовыставка «Деревни и села» Видновского края. На выставке представлены фотографии разной эпохи. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. С 7 сентября по 8 октября в сквере «Юность» пройдет фотовыставка «Деревни и села» Видновского края. Это совместный проект Дворца культуры и группы «Город Видное» в фотографиях наших жителей. На экспозиции представлены 48 фотографий из семейных архивов горожан, а также из фонда историко-культурного центра и сайта группы. Село Ермолино. Это два стенды у нас посвящены этому селу. Это очень древнее село. Первые упоминания относятся к 1627 году, когда эти земли принадлежали князьям в Ситске. Любителям краеведения есть на что посмотреть. Экспозиция рассказывает о селах Тарычева, Ермолина, а также о деревнях Жукова и Тимохова. Последних больше нет на карте. История многих мест сохранилась только на фотографиях. Кадры из личного архива передала учительница начальных классов, которая преподавала в послевоенные годы в Ермолинской школе. Начальная школа была в селе Ермолье как раз при Ермолинском храме. И эта школа еще была церковно-приходская. Только потом она стала начальной при советской власти. Преподавала там в 1949 году вот Зинаида Михайловна Алешина, которая и подарила нам вот эти фотографии. Это лишь небольшая часть экспозиции. А между тем экскурсия, подготовленная Ольгой Александровной, намного интересней. Все желающие узнать об истории села-деревень Видновского края могут обратиться в историко-культурный центр. Там всегда рады любознательным и заинтересованным в изучении своей малой родины. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok